Как придумать работоспособную идею, составить бизнес-план и построить модель будущего предприятия? Тематика этой игры мало чем отличается от сотни ей подобных. Отсюда вопрос, кому нужны такие игры, если число бизнесменов в стране только за прошлый год снизилось вдвое, в сравнении с 2012-м. А трехлетний порог в России преодолевает только 30-я часть всех вновь открывшихся бизнесов. Спикеры и участники этой игры с постановкой вопроса не согласны. Это нужно тогда, когда действительно приезжают люди, бизнес-консультанты, которые очень значимы и присутствовали в создании разного рода знаменитых идей. Вот тогда, да, тогда стоит ехать. А когда приезжает тот, кого ты первый раз видишь, никогда не знал, никогда. Я выбираю по такому принципу, если я знаю человека, что у него уже есть какие-то заслуги. Олег знает, о чем говорит. У этого молодого человека, еще студента, уже четыре действующих бизнеса. В том числе гостиницы, глянцевый журнал, служба доставки. Звездной болезни по этому поводу не испытывает. Говорит, в таком деле, как бизнес, учеба, в принципе, никогда не должна прекращаться. Главное, чтобы было у кого учиться. Юрий Плотников, который сегодня у нас является ведущим спикером на этом мероприятии, это бизнес-аналитик. Более того, он специализируется именно на финансовом анализе. То есть, прежде чем открывать бизнес, вот он работает в Томске, он более 15 лет этим занимается. И бизнесмены к нему обращаются именно для расчета финансовых моделей. У него, конечно же, есть успешные действующие бизнесы у самого. Можно ли заработать деньги на таких фотографиях, например, или на вещах из бабушкиного сундука? Бизнес-тренеры сегодняшней игры утверждают, что можно. Но вопросы, которые себе нужно задать, следующие. Целевая аудитория и, как следствие, доход, который вы можете получить с потенциального бизнеса. Но эти вопросы только верхушка айсберга. В частности, выяснилось, что для открытия кроличьей фермы, например, нужны просто-таки энциклопедические знания. И все вообще знают, что мясо кроликов можно потреблять нормально, без последствий, для энергии. Это раз. Отрабатывать любую идею нужно по всем статьям. Будет ли это договор о поставках с лечебными учреждениями, или только розничная продажа, торговля с иностранными компаниями или российскими, как, используя достижения науки, снизить себестоимость. По мнению Олега Троскина, такая школа – отличная возможность и свою бизнес-нишу найти, и развиваться. Я там один совет – они должны рискнуть. Это стоит того. Перед организаторами этого тренинга не стоит задача всех поголовно обратить в предпринимательскую веру. Это и в рамках страны не нужно. Игра в бизнес для кого-то из ее участников так и останется игрой. Кто-то попробует себя и отступит. А вот тем, кто отступать не собирается, такие уроки, несомненно, идут на пользу. Ангелика Вольф, Константин Червяков. Новости моего города. Новости моего города. Новости моего города. Новости моего города. covered встречают предпринимательская вера на yourselvesjm. На ваши территории моего города,